МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевизия Чуваши информационная программа «Республика». Об основных событиях вторника вам расскажут наши корреспонденты и я, Елизавета Хмелева. Смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наша в Совете Федерации. В рамках Дней Чуваши в Верхней Палате Парламента страны знакомится с потенциалом республики. Метровые стены, узкие коридоры. Как наша съемочная группа оказалась за решеткой? Высоко сижу, далеко гляжу. Какие меры сделают чебоксарские дворы безопаснее? В Верхней Палате Парламента России начались Дней Чуваши. Завтра глава республики Михаил Игнатьев и председатель Государственного совета Юрий Попов расскажут сенаторам о социально-экономическом развитии Чуваши и приоритетах в законотворческой деятельности региона. В Москве уже сегодня работает наша съемочная группа. Вторник в Совете Федерации выдался очень насыщенным. Состоялись заседания сразу трех профильных комитетов. Комитет по экономической политике рассмотрел ряд предложений, высказанных промышленниками Чуваши. Речь в частности шла о создании испытательно-сертификационного центра электротехнического оборудования, отечественного и зарубежного производства, о необходимости взять под строгий контроль ввоз в Россию импортной техники, бывшей в употреблении и облагаемой утилизационным сбором, о стимулировании внедрения в Россию различных видов альтернативной энергетики и других актуальных проблемах. Участники Комитета по федеративному устройству и региональной политике обсудили вопросы, связанные с проведением 550-летия Чебоксара и столетия чувашской автономии. Было отмечено, что большая часть выделяемых средств будет направлена на реконструкцию объектов культуры и культурно-исторического значения. У членов Комитета по агропродовольственной политике и природопользованию единогласную поддержку нашло предложение Чуваши о восстановлении статуса научно-исследовательского института хмелеводства как одной из мер развития этого направления. Также обсуждались вопросы льготного кредитования, поддержки производителей мяса с учетом повышения ценных корма и другие вопросы. Сенаторы отметили, что все озвученные предложения отличаются конкретикой и выразили готовность продолжить совместную работу по их реализации. Вчера в заседании Комитета Совета Федерации по науке, образованию, культуре и информационной политике принял участие Владимир Иванов, министр образования республики. Ольга Пырочкина узнала, какие темы поднимались на встречу с парламентариями. Мы сегодня открываем дни Чувашской республики в Совете Федерации. И это тоже большое для нас событие. Сегодня мы рассматриваем вопрос на тему проблемы и перспективы развития региональной системы образования Чувашской республики в условиях реализации федерального закона об образовании в Российской Федерации. Для федерации важно и интересно знать, как регионы реализуют у себя новый закон об образовании, отметил Владимир Иванов по возвращению из столицы. Именно об этом он подробно рассказал на заседании Комитета. Кроме наработок и достижений затронул доклад министра и болевые точки. У нас сегодня достаточно низкий уровень охвата детей системой дополнительного образования 36%, а задача ставится 75%. А это сделать можно только тогда, когда будет выстроена вертикальная система финансирования Российской Федерации, Чувашской республики и муниципалитетов. Без финансовой поддержки на уровне страны не обойтись и среднему профессиональному образованию. Сегодня система профессионального образования находится в очень тяжелой ситуации, потому что 80% зданий, сооружений, наших техникумов, они требуют капитального ремонта, они требуют хороших вложений, а без федеральной помощи, только за счет республики, эту задачу мы не решим. Затронули вопросы организации процесса подготовки будущих учителей. Зарплаты в школах растут, молодые педагоги вроде идут работать в образовательные учреждения, но к самой педагогической деятельности не готовы. Мы предложили по принципу ординатуры, предложить год или стажировки, или во время учебы увеличить количество практических занятий, чтобы один день в неделю студент-старший курсник, будущий учитель работал в школе. Предложение и варианты решений, по словам министра, в Совете Федерации услышали. Теперь их, вероятно, будут рассматривать на федеральном уровне. Ольга Пырычкина, Андрей Шоклев, Республика. К другим новостям. В исторической части города Чебоксары находится одна из старейших действующих тюрем в России. Настоящая крепость, обнесенная мощными стенами. В этом году зданию следственного изолятора номер один 365 лет. Специально в честь памятной даты в СИЗО устроили настоящий пресс-тур для ведущих СМИ республики. На экскурсии за метровыми стенами побывали Галина Титарчук и Евгений Анисимов. Каменный режимный корпус тюрьмы был возведен в 1648 году. Городская тюрьма имела статус пересыльной. С 1871 года стала называться Чебоксарским тюремным замком. Возле нее проходил Владимирский тракт. Как сезон номер один тюрьма значится с 1964 года. За три с половиной века здание не сильно изменилось. Больше того, 10 камер из 39 имеющихся – те самые. Здесь находятся и те, кто ждет решения суда, и те, кто отбывает наказание. Просто так на эту территорию не попадает никто. Открывание здесь производится оператором, который находится в дежурной части. С годами условия содержания стали значительно мягче. В камерах провели ремонт, избавились от грибка. Обустроили современный туалет. Солому сменили матрасы. Имеется телевизор и холодильник. В женских камерах – горячая вода. О таких удобствах сто лет назад заключенные могли только мечтать. К слову, ремонт одной такой камеры обошелся в 75 тысяч рублей. Каждый из содержащихся в СИЗО получает квалифицированную медицинскую и психологическую помощь. В течение 20 лет в изоляторе работает штатный психолог. Психолог после постановки изучения личностных особенностей, постановки диагноза, всю работу свою психологическую направляет на адаптацию новых условий изоляции, оптимизацию межличностных отношений и, соответственно, подготовки к освобождению. Одна из проблем – перенаселенность камер. К началу прошлой недели здесь содержались 169 человек. А это на 6% больше планового лимита наполнения. Однако в истории тюремного замка было и такое, что здесь одновременно находились 800 человек. Галина Титарчук, Евгений Анисимов, Республика. В ближайших выпусках программы «Республика» мы расскажем об истории Чебоксарского арестного дома или СИЗО-1. Чебоксарские дворы станут еще безопаснее. За придомовыми территориями города полицейские скоро начнут наблюдать с помощью видеокамер. Во дворах установят самые современные камеры. Картинка позволит отчетливо различать лица людей и даже номера автомобилей. Видеосигнал будет поступать напрямую в Единый центр оперативного управления. С помощью этого комплекса сотрудникам МВД удастся более оперативно. Пока видеокамеры на улицах столицы устанавливают отдельные управляющие компании, предприятия и организации. Практика показывает, там, где за горожанами следит большой брат, количество преступлений сходит на нет. Под прицел в ближайшее время попадут еще 100 адресов. В городской администрации уже составили предварительный список. Сейчас мы хотим оснастить в пилоте 100 домов. Мы адреса уже предварительно определили. Понятно, этот перечень адресов, конечно, будет уточняться по мере решения собрания собственников. Но, тем не менее, это пилотный проект. Мы посмотрим, какой эффект даст установка именно такого видеонаблюдения во дворах. Если, конечно, это будет положительный эффект, если жители города проявят интерес к этой программе, мы это, конечно, продолжим в дальнейшем и дальше будем оснащать наши дворы видеонаблюдения. Закупать видеокамеры планируется за счет городского бюджета. Но возможно, что софинансировать проект будут и сами жильцы. В любом случае, решение об установке оборудования будет приниматься на собраниях собственников многоквартирных домов. В понедельник вечером Чувашию покинул автобус с нелегалами, который был задержан накануне возле деревни Харкасыча Баксарского района. Напоминаем, инцидент произошел в ходе проведения проверки документов у водителя. Несколько пассажиров стали препятствовать этому, ввели себя в отношении полицейских дерзко и агрессивно. На момент задержания в салоне находилось 98 человек. Нашу республику покинули не все. Шесть граждан Узбекистана были помещены в специальный приемник управления МВД России по городу Чебоксары. Подробнее в материале наших коллег из пресс-службы МВД. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего, пятеро активных зачинщиков инцидента были доставлены в отдел полиции по Чебоксарскому району. А остальные помещены в актовый зал столичного управления внутренних дел. В ходе проверки у половины задержанных оказались просроченными документы, разрешающие пребывание на территории России. 41 гражданин находились на территории Российской Федерации на незаконном. В отношении них были составлены административные протоколы, которые были на следующий день рассмотрены Ленинским районным судом города Чебоксары. И принято было решение о наложении административного штрафа в размере 2000 рублей с административным выдворением в форме самостоятельного и контролируемого перемещения через государственную границу Российской Федерации. Проблемы с документами были и у 24-летнего водителя автобуса. Он грубо нарушил правила перевозки людей. Количество пассажиров почти двое превышало число мест. Но, как выяснилось позже, молодой человек и вовсе не имел водительских прав. Вы в момент, когда вас остановили полицейские, вы были за рулем? Да. А как все происходило, можно сказать? Я не могу сказать. Я русский язык немного знаю. За нарушение режима пребывания на территории России пять человек были помещены в спецприемник управления МВД России по городу Чебоксары. Кроме того, им предстоит заплатить штраф в размере 3000 рублей. Не смог уехать вместе со всеми и 26-летний гражданин Узбекистана, на момент задержания пребывавший в состоянии наркотического опьянения. Он тоже арестован в административном порядке. За неповиновение полицейским двум молодым людям назначены штрафы по 500 рублей. Берендеевский лес ненадолго превратился в съемочную площадку. Территорию парка облюбовали создатели клипа певицы Эрнес. Нашим зрителям она знакома. Это Светлана Алекимова, корреспондент новостей и автор передачи «Из Золотого ларца». Собственные песни на чувашском языке она начала исполнять в прошлом году. И вот сейчас решилась на создание клипа. Воплотить идею в жизнь взялся московский режиссер и творческая команда национального телевидения. Работу за кадром увидел мой коллега Дмитрий Ковалев. На мне тонны косметики, тонны. Три часа накладывали макияж, прическу еще не наделали. Вот, все, начинаем переодеваться. Пока главная героиня входит в образ и гримируется, другие члены съемочной группы готовят площадку к работе. Прямо в лесу прокладывают провода, устанавливают видеокамеры и операторский экран. Все в лучших традициях создания большого кино. Чтобы все задумки воплотились, обязательный ритуал. Творческая бригада ставит свои подписи на тарелки и разбивает ее. Мы эту тарелку все вместе разобьем и осколки унесет каждый на память. И ты его несешь. Раз, два, три, два. Забираем осколки. Забираем осколки. Я вот это самое красивое беру. Когда заводится генератор, небольшая палатка превращается в настоящую видеостудию. Именно отсюда оператор управляет краном. Съемки в полевых условиях или, как говорят киношники, на натуре – процесс поистине сложный. Не раз постановщикам приходилось делать перерывы из-за дождя. Но капризная погода испытывала на прочность не только дорогостоящую аппаратуру, но и саму Светлану. Температура воздуха 7 градусов выше нуля. А на певице только легкая одежда. По задумке авторов, она играет роль лесной нимфы. Воплощая этот образ, стилист из Москвы опирался на древнюю мифологию. Вот это такое просто мое видение. Мне кажется, что она была такая нежненькая, без каких-то излишеств. Просто такая легкая лесная нимфа. Каждый эпизод оператор-постановщик доводила до идеала. Любое неправильное движение и отснятый материал браковался. А это самые сложные дубли. Свету заваливают листвой и поднимают наверх. Отснять эти кадры было необходимо как можно быстрее. Пролежав пять минут на покрывале, певица начала дорожать от холода. Хотя своей слабости она старалась не показывать. Ощущения прекрасные. Мне еще так тепло никогда не было. Даже сегодня. Так, снимаем. Все, ребят. Давайте мы ложись вместе. Секунду, опусти камеру. Ну, занять ее место так никто и не решился. Команда «Стоп снята» прозвучала только вечером. Но эпизоды, отснятые в лесу, лишь небольшая часть клипа. Нимфа только один из образов. На экране зрители увидят историю о девушке, которая пытается найти себя и свою любовь. Съемки продолжатся и дальше. Премьера запланирована на конец этого года. Медрик Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. 29 октября день комсомола. Этой общественной организации исполнилось 95 лет. Сегодня в программе по существу депутат госсовета Дмитрий Евсеев. Встреча в формате B2B сегодня прошла на одном из предприятий «Чуваши». Это своеобразный диалог бизнеса с бизнесом. Ежегодно предприниматели собирают в стенах предприятия «Хлеб», что в юго-западном районе Чебоксар, чтобы обсудить актуальные вопросы. Репортаж об этом смотрите далее. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. Встреча бизнеса с бизнесом начинается с выставки. В качестве экспонатов – продукция хлебозавода, среди которой много новинок. Слойки, каравая, торты, хлеб. На все это можно не только посмотреть, но и распробовать. Встреча в формате B2B располагает к взаимодействию и позволяет лучше узнать друг друга. Ассортимент очень широкий. Около двухсот наименований. Но все наименования мы одновременно делать не можем. Мы вырабатываем те виды продукции, которые пользуются спросом. Мы их очень много внедряем, новых. Мы их испытываем, мы их проверяем через свою торговую сеть. Если продукция пошла, значит, эту продукцию можно и вам отпускать на реализацию. Из первых уст предприниматели узнают о том, как и чем живет хлебозавод. Со слов руководителя, сегодня уже лучше, чем вчера. Предприятие работает прибыльно и в непростых условиях продолжает модернизацию, чтобы держать марку. Скоро собираются запустить новый цех по производству сушек. На встрече предприниматели не просто узнают о новшествах. Это тот случай, когда принято делать предложение и высказывать замечания. Когда наступают праздники, ваши продукции, я имею в виду пирожные, торты, очень пользуются спросом. Но нам практически заказать у вас ее невозможно, понимаете? Потому что, я не знаю, может быть, это связано с тем, что вы в первую очередь обеспечиваете свои магазины. Именно такое личное общение дает реальные плоды. Позволяет совместно искать выход даже из тупиковых ситуаций. Именно вопросы каждодневные, понимаете? Это каждый день, который они у нас возникают. И каждый раз не позвонишь директору и не будешь объяснять. Раньше мы проводили ежемесячно дегустацию новых изделий, а сейчас перешли на годовые встречи, когда мы заключаем договора. Проводим выставки, дегустацию новых изделий. Мне было сегодня очень приятно с ними побеседовать и узнать другом мнение. И в дальнейшем, как дальше работать. Все пожелания здесь берут на карандаш. Конечным итогом встречи должно стать развитие и расширение бизнеса. И то, что на прилавках магазинов появится новая продукция предприятия «Хлеб». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова